После проверок прокуратуры устранены нарушения в качестве питания в школах Курганской области. Основные нарушения – замена обеда завтраком, меньший размер порции. Для улучшения качества питания органам власти организованы обучающие вебинары для поваров школьных столовых. В пищеблоках установлены видеокамеры для фиксации процесса приготовления блюд. Замечения по школьному питанию в школах и детских садах можно сообщить по телефону горячей линии Департамента образования и науки 461441, код города Кургана 3522, а также через мессенджеры, телеграм, вайбер, ватсап на номер 8912 970 0460. В Курганской области сократилось количество безработных на 6000 человек. В качестве безработных зарегистрированы 21 700 человек. Средняя заработная плата в области составила 21 600 рублей. По данным службы исследований ХАХАРУ, 68% жителей Уральского федерального округа считают себя счастливыми. 24% не смогли назвать себя такими. Большинство счастливых людей работают в сферах спорта, красоты, добычи сырья и безопасности. Несчастных больше оказалось среди банковских работников и представителей автобизнеса. 40% опрошенных жителей Уральского федерального округа сказали, что работа делает их счастливыми. 53% признали, что их работа не приносит им счастья. Первых больше в сфере науки образования, вторых в сфере безопасности. Банк России запустит сбор монет у населения через специальные автоматы. Одна из причин – дорогое, невыгодное изготовление монет. В прошлом году Банк России выпустил в обращение свыше 1 миллиарда 300 миллионов монет. Изготовление этой монеты обошлось почти в 4 миллиарда рублей. 46% монет не возвращаются обратно в кассы банков. К 2025 году протяженность четырехполосных дорог на федеральных трассах в Курганской области увеличится в 30 раз. В текущем году приведут в порядок 33 километра федеральной автодороги Курган-Тюмень. Капитально отремонтируют участок трассы Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск. Завершено расследование уголовного дела в отношении высокопоставленных сотрудников полиции. В течение 8 лет руководители присваивали себе денежные премии своих подчиненных. Бухгалтер-кассиры выдавало сотрудникам заработную плату не полностью, часть присваивая себе. Всего с 2012 по 2020 годы было незаконно присвоено не менее 53,5 миллионов рублей. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит суд. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника МЧС России по Курганской области Олега Рожкова. В 2018 году Рожков организовал приемку робототехнического оборудования. Заведомо зная о недостатках техники, МЧС России необоснованно перечислила поставщику более 56,5 миллионов рублей бюджетных средств. В течение двух лет Рожков в личных целях использовал спецтехнику, состоящую на вооружении МЧС России. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит суд.